Все знают, что такое бросать монету. Замечательно, есть идея, когда объясняют, что такое вероятность, говорят, что возьму монетку, бросай ее максимально так высоко, чтобы она переворачивалась много раз, и смотри, когда она упадет, что вверху там, герб или цифра. Так? Отлично. Отлично. Давайте бросать монету и каждый раз писать цифры или герб. Есть у него слово «решка». Никогда не понимал, что оно означает, но вроде бы это не герб. Какую ли писать? Герб, решка, решка, герб, 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 решка, да? Как это бросает? Скажите, пожалуйста, может ли так быть, что 10 раз подряд выпадет герб? Может выпасть 10 раз подряд герб? Но это будет очень маленькая вероятность. Но есть. Большинство сказали, что может. А может 20 раз подряд выпасть герб? Нет. А что за меня? Может я? Хорошо. А 30 раз подряд выпасть герб? Да. Да вы шумные, Александр Васильевич. Нет. Нет, ребята, не считайте, что укусы у нас обещали. Это в фильме «Звездные войны» можно выкрасывать так, как вам хочется. Посмотрел на кубик, и кубик, когда летит, повернулся друг с другой стороны. Нет, ребята, а вот все-таки неужели не надо думать? Да. Этим человеку отличается от того, что человеку после какого-то количества мнения первонешек, кажется, должен быть верно. В компьютере, если, по-первых, за случайно, за случайно, за случайно нет. Но я могу быть 50 раз прежде. Ага. Слушайте, это интересный вопрос. Покажется. То есть вы все-таки шумер в душе, да? И вот когда вы бросаете, от того, что вам в этот момент кажется, зависит результат, как монета выпадет. То есть все-таки на самом-то деле вы жули. Да? Вы подкидываете монетку, и вот если вы хотите, чтобы выпал герб, то он выпадет герб. А если вы хотите, чтобы выпала речка, да? То есть идея, что результат определяется вами, а не случайностью, то есть монету не спрашивают, да? Я знаю, что должен выпасть герб. Пусть он и выпадет, да? Или как? А если только герб? Я не про то, что думал. Я про то, что если вам дать монетку и заставить ее бросать, выпадет 10 раз поднять герб или нет? А если так, а в советской обеих сторон будет герб? Вот. Я же говорю, жулики вы. А если с обеих сторон будет герб? Вообще-то такие монеты действительно бывают. Известны такие случайные ошибки, напечатанные монеты, когда с обеих сторон одно и то же, потому что, что повален неправильно, там нумисматы, что называется, радуются дать герб. Оказывается, все очень сильно зависит от того, а сколько человек принимает участие в этих гербах. Ну, смотрите, с какой вероятностью выпадет 10 раз подряд герб? Маленький. Один к один, два, десяти. Один к десяти. Не один к десяти. А один к тысяче двадцати четырем. Объясняю почему. Когда бросаете первый раз, у вас выпадает либо герб, либо не герб. Второй раз бросаете, опять, либо герб, либо не герб. То есть, вариантов у вас уже четыре. Какие варианты? Герб-герб, герб-решка, решка-герб, и решка-решка. Когда вы бросаете три раза, вариантов восемь, потому что каждый из тех вариантов намножится еще на два. Понимаете? Два раз бросили, и после этого еще либо герб и брешка. И получается, что если у вас примерно тысяча человек бросает, то тогда, скорее всего, у кого-то десять штуков гербов будет. И, кстати, тысяча грешек, да? Ну да, да, да. А вот если бросает несколько человек, или десяток, или даже сто человек, скорее всего, не будет у вас. Понятно, да? Да. А теперь следующий вариант, между прочим, имеющий отношение к медицине и ко многим другим учебам. Ребята, а вы понимаете, что в Москве людей гораздо больше, чем тысячи? Да, это миллион. Да, естественно. В Москве людей даже гораздо больше, чем миллион. Согласны? Да. Есть разные мнения по этому поводу, что считать Москвой, что не считать Москвой. Но все согласны, что в Москве больше, чем 10 миллионов человек, так? Да. Замечательно. А в России больше, чем 100 миллионов. Да. А на свете, я не знаю, точно, сколько, но больше, чем несколько миллиардов. Согласны? Да. Отлично. Нет, меня даже не волнует, 7 миллиардов или сколько. Мне очень важно, что гораздо больше миллиарда. Ребята, а 2 в 30 степени, пожалуйста, задумайтесь на эту тему. 2 в 30 степени это 2 в 10 на 2 в 10 на 2 в 10. То есть 1024 умножить на 1024 умножить на 1024. А это примерно миллиардов. А на свете людей, как вы правильно сказали, там 7 миллиардов или сколько примерно. Это означает, что если мы дадим приказ каждому человеку на земном шаре бросать монету 30 раз, но у кого-то 30 раз подряд в импотенте, если он будет честно, просто какое-то имеет отношение к той же самой медицине. И не только медицине, а самое прямое. Понимаете, когда врач лечит, встречает пациента, то у врача есть четкие представления, там, немного ли он учится, что называется, как устроить человека, как я говорю. А вот смотрите, если у вас людей много, то возможны самые странные вариации, самые, казалось бы, невероятные сочетания. Может быть, слышали, есть такое явление, как редкие заболевания. Зачастная вещь. Оно редкое в том смысле, что нужно сочетание каких-то очень хитрых факторов для того, чтобы человек заболел. Но при этом, понимаете, что такое редкое? Редкое в том смысле, что вы берете тысячи человек, среди них еще ни одного такого больного нет. А вот когда миллион, то несколько таких человек уже, возможно, что и будут. А если берете миллиард, то уже набираются много-много уже тысяч человек. Это замечательная история. Что считать невероятным? Когда мне нужно один раз сделать какой-то эксперимент, то я вероятность одну тысячную считаю очень маленькой. Очень маленькой. Я скажу, что этого, скорее всего, не будет. Но если этот эксперимент должна сделать вся школа, ну сколько обычно школы? Если бы сотен учеников, да? То одну тысячную, одну тысячную уже нельзя считать маленькой вероятностью. А если этот эксперимент должна сделать вся Москва, то одна тысячная, это огромная вероятность. Потому что одна тысячная от десяти миллионов. Умеете считать одну тысячную от десяти миллионов? Десять тысяч. Это десять тысяч, ребята. А десять тысяч человек, это очень много. Это к вопросу, вот когда будете большими начальниками, что считать правильным, что считать неправильным. Понимаете? В пределах небольшого коллектива... Это же представитель на Земле. Потому что человек бросает монету, и у него тридцать раз подряд получается герб. А между тем так не будет, если это сделает каждый человек на Земле. А в одному, а может быть даже в нескольких, именно такая ситуация будет. А наоборот, а будет кто-то, кто все время бросается, у него будет решка.